Друзья, всем привет! Ну что ж, настало время продолжить нашу зингардскую кампанию. Мы достигли очень большой и важной цели. Завладели всеми городами, которые ранее принадлежали Гондору на западном побережье Андуина. Кроме Линхера, крепости, которая сейчас принадлежит Хараду. Но с Харадом мы не воюем, поэтому не мудрено, что пока мы эту крепость в свое владение не получили. Так, переводим наши отряды. Смотрим, есть ли возможность нанять черную армию. Нет, пока такой возможности нет. Разве что в Эрихе. Мы это сделаем, конечно же. В Этрине вроде даже что-то построить можно. Лавки купцов. Давайте их закажем. Плавильную печь в Тарности, потому что в Тарности мы будем массово переобучать наших солдат. Так, давайте, наверное, подведем наши черные армии к Айр Андресу и именно туда отправим Углука. И что делать с нашими незанятыми командирами? Источник денег нас ждет. Все. 21 варк. Вперед. Так, варгов тоже на передовую, потому что их мы расходуем хорошо. И имеет смысл пополнять их в наших армиях. Что же мы будем делать? И Тиллиан весь наводнен армиями Мордора. И тут этих армий как минимум... Раз, два, три, четыре стека полных. Из тех, что мы видим. И из неполных где-то стек. То есть пять стеков. Плюс наверняка тут на готове еще два-три стека есть. Но и наших армий здесь тоже немало. Нам надо бы наши войска немножко подвинуть. А может даже завести в порт, чтобы быть готовыми на следующем ходу их высадить. И тут нас ждут две крепости. Эмин Арнен. И не совсем крепость. А скорее такая пещера Хенет Анун. Но тоже твердыня. Это первые две первоочередные цели в Итилене. Само собой Восточный Асгилят. Если мы будем владеть этими тремя поселениями, то на переправе мы поставим свои войска. Не будем давать врагу переходить сюда. И будем угрожать Черным Вратам. И естественно для нас будет открыта дорога на Минос Моргул. И тогда мы закроем Мордор здесь. И у них останется только либо через нас дорога, либо естественно сражаться с Руном. Им не позавидуешь. И само собой биться с Харадом. Что ж, давайте передадим ход дальше. Посмотрим, к чему все это приведет. Насчет войны Хараду. Мы пока что спешить не будем. Пусть они покусают друг друга. Во всяком случае в Южном Итилене. Отступаем, конечно. Ух ты! Не дают нам отойти. И бросают нам вызов. Но! Но-но-но! Проблема заключается в том, что я бы и не смог уйти этой армии. Разве что зря я, наверное, отправил ту армию. Была бы поддержкой в результате. Используя, точнее, которую я смог бы победить. Но вынужденный, навязанный бой грозит уничтожением нашей диверсионной армии. И мы постараемся вместе с собой захватить как можно больше врагов мертвыми. Развертывание войск. У нас не слабенькая армия. Проблема в том, что нет дальнобойных лучников. А у врага очень сильные у руки. Тех лучников, что у нас есть, мы выставим. Конечно же, они будут готовы обстрелять противника. Есть те, кто готов будет их защитить. Ценой своих шкурок. Но что-то мне кажется, что они быстрее побегут, чем будут защищать. И... Наш главный орк, который отвечает за эту армию, он будет наблюдать за театром боевых действий с возвышенности. А его будет защищать тяжелая пехота. Как и фланг. И отряд пикинеров мы потеряем в этом сражении. Они, пожалуй, тоже будут защищать этот фланг. Орубаки будут готовы напасть из засады. Расставим копейщиков на расстоянии друг от друга. Но сформируем из них один отряд. Пока что так. Может быть, тут их спрятать стоит. В лесу. И спрятать. Все. Теперь можем начинать сражение. У врага преимущество по тяжелой пехоте. По ближникам. У нас преимущество по лучникам. Правда, назвать их тяжелыми язык не поворачивается. Само собой. Снага это далеко не тяжелые лучники. И у нас очень много застрельщиков. По сути, свои бесполезных. Застрельщиков можно, конечно, отправить вперед. Пусть попробуют. Пометать в разведчиков Мордора свои. Колья-Копья. О, начали доставать наши. Но и их воины не дремлют. Нет, 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 нет. Не подходите ближе. Стойте там, где стоите. Нам главное обескуражить врага. Я понимаю, что мы тут уже теряем, в отличие от противника, свои войска. Хотя и враг должен терять по ходу. Что-то мне кажется, что снага больше симулирует то, что они стреляют. Да, у нас отображается, что они в состоянии активной стрельбы находятся. Но нифига такого не происходит. О, руки тяжелая пехота. Столкнем их с нашей тяжелой пехотой. Но, правда, к ним на помощь подойдут орки-грабители. У нас вариантов не остается. Давайте столкнем. Да, симулирует. Именно что симулирует. Столкнули? Молодцы. Теперь главное обойти и ударить в спину врага. Нападем копейщиками на уруков с алибардами. Сделаем что-то невероятное. Вот теперь наши снага начали тоже залповать. Ну, врага тут преимущество, конечно. Отправляем вперед наших урук-хай с алибардами. Эу-эу-эу! Вы что-то далеко забрели. Стоять! А держится неплохо, кстати. Орки-грабилы. Еще надо уруков с алибардами остановить. Друзья, я рассчитываю, что вы тут расстреляете многих. Один отряд моих копейщиков уже обращен в бегство. 21 на 16. Пытаемся не уступать, но это очень-очень сложно. Отступить лучниками. Попробуем с натиском ударить орков грабителей. Да, немножко трещат наши позиции. Телохранители остановим. Они немножко, уже очень даже множко, просто-таки треснули. Поражение, говорят, неизбежно. Ну, хоть нанесем какой-то урон. Теперь давайте развернемся и ударим орков копейщиков. Может быть, заставим их дрогнуть. Наши снага молодцы. Правда, 25% так мало на самом деле. И враг прорывается. Урки громилы, во всяком случае, прорываются. Мы пытаемся поливать их стрелами. Возвращаемся назад. И вроде как удается сократить численность вражеского отряда настолько, что на подходе они практически уничтожили. Смотрите, перекрестный огонь. И в результате весь отряд, целый отряд, просто был уничтожен. Осталось только пятеро. Но пятеро никакой угрозы не представляют. Теперь уруки. Теперь уруков ждет похожая очередь. Но они куда более выносливы. Поэтому уничтожить их будет тяжелее. И у наших лучников уже нет возможности. И, кстати, мы, наши отряды, не могут бежать. Бьем копейщиков. Здесь мы побеждаем. Что там насчет уруков? Отведем один отряд, у которого есть еще боезапасы. Они уже разведчиками пошли. И уруков с алибардами подводят с той стороны, где у нас полководец. 47 на 45. На какой-то момент нам даже удалось выровнять счет. Давайте остановим разведчиков Мордора. То они решили вручную бороться с нашими лучниками. Которые, кстати, еще могут пострелять. Да, только половина наших сил. Но и враг потерял. Тоже где-то около половины. Сейчас все будет решать то, чей полководец умрет первым. Но, скорее всего, наш, потому что он активно участвует в сражении. Да и мы практически исчерпали все наши ресурсы. Давайте обстреливайте эти элитные вражеские армии. Пусть они будут слабы перед Харадом. Пусть у них не будет хороших антикавалерийских сил. Да, вообще, просто хоть кого-нибудь. 54. Интересно, на что мы можем рассчитывать? В руки телохранители. Давайте разведчиков ударим. Отряд бунтует. Бьем разведчиков. Достойная смерть. О, теперь все мои будут бежать. 57%. Неплохо было бы достичь отметки в 60%. Но, боюсь, это уже будет невозможно. Потому что мои превратились в спасающееся мясцо. Все. 2753 воина потерял я. 1560 воинов потерял. Враг. Уград. Хитрый уград. Сейчас посмотрим, что они нам оставят. Выкупать ли эту армию. И попытаться ее спасти. Ну, давайте попробуем. Мы ушли на территорию нашего союзника Харада, где сможем чувствовать себя в безопасности. О, Гондор начинает зубки показывать. Нападают на наших снага. Что происходит? Там на территории руна остается с загадкой. И Младрисе. О, ну нам туда вообще нет смысла соваться. Пусть орки мглистых гор за это и воюют. Мы только по производству держим первое место. Пинат Геллин, Колымбель, Аргонт и Могильники. Замечательно. Черная армия нанимается. Освободили нам дорогу на Восточный Асгилиад. Как не воспользоваться этим делом? Давайте посмотрим только, что у Мордора тут есть в планах. Осадить-то мы, к примеру, осадим. А на что мы нарвемся? Прежде всего интересно, что идет от Минас Моргула. И что вообще там такое сидит. Четыре неизвестных отряда. Но четыре это немного. Эмин Арнен очень даже готов к тому, чтобы мы на них напали. Тут Алакхай бродят. Тирает Райт под защитой и начинает проявлять агрессию. Харат ведет сюда свои армии. Так, а что мы будем делать с нашими войсками? Да попытаемся увезти их с этой территории. Пусть Харат сюда свои армии ведет. У нас, конечно, нет сил для того, чтобы Эмин Арнен с разгона взять. Катапульты и баллисты мы сюда не подвели. Так, надо пополнить армии Сарумана. И с разгону, если уже на то пошло, взять восточный Азгелиад. Раз, два, три, четыре, пять. Пять отрядов стрелков. Два отряда арбалетчиков. То есть стрелков нам здесь хватит по-любому. Нам не хватает тяжелой пехоты. Два отряда тяжелой пехоты. Мелочи. Пять стрелки. Итого раз, два, три, четыре отряда тяжелой пехоты. Можно, конечно, докинуть сюда два отряда сноголучников, которых не жаль будет потерять. И два отряда копейщиков. Все, армия готова. Так, и наш Лурц, комендант. Куда мы тебя отправим? Углук пойдет на Хенетанун. А Лурц... Лурцу бы отдать катапульты. Есть у нас здесь... У нас здесь есть бомжеватые армии. Катапульты. Раз, два, три, четыре, пять. Можно добрать еще... Два. Два отряда лучников. Так вот сделать, к примеру. Чтобы они все были вместе. И, конечно же, тяжелую пехотку. Пару отрядов на слив тех самых копейщиков. На переобучение. Переобучили таки. Замечательно. Значит, здесь можно эффективно переобучать тяжелую пехоту. Вау, не туда отправил. Промахнулся чуть-чуть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ох, рубак здесь много. Этого семь отрядов можно, допустим, так вот сделать и... Орбак везде много. И место для какого-то осадного орудия есть. Что там у нас по лучникам? У нас их очень-очень много. Давайте основу соберем. Подведем к берегу. Продолжение следует... Баллисты. О, есть возможность объединить отряд варгов. Замечательно. Чёрную армию поставим здесь. Куда отправим этих бомжей? Вот тут они найдут себе достойное место. Ага, вот, вот у нас отряд Катапульт. Как раз Лурц сможет тогда атаковать. Не Лурц, а Углук. Блин, но я, наверное, не тому отдал отряд Катапульт на самом деле. Хотя и Баллист хватит для того, чтобы пробить врата. Тяжёлая пехотка. Сюда тогда идёт. Сюда. И давайте, давайте, наверное, переместим наших шпионов. Будем наблюдать за Харадом. Харад свои войска отводит от Линхера. Становится нам не опасен. Отправим шпионов к Хенетануну. Сколько мы уже сюда отрядов подвели. Ползите, ползите силы. И опять стрелки. Вот стрелков у нас много. Было бы у нас только охотников. Охотники быстро умирают. Наши катапульты замечательны. Ну, охотников, если что, будем дозаказывать. Ещё один отряд катапульт. Так, берсеркеры, пикинёры. Пикинёры нам пригодятся против Харада. И так и быть, лучников у Рукхай тоже закажем. Пехота, пикинёры, арбалетчики тоже закажем. Всё, тут всё. Аргонт, что здесь? Хорошие лучники. Ещё один чёрный отряд закажем. Повстанцы начинают нас будоражить. И заметьте, в основном в армиях зубы. Точнее, их много. Совсем немало. И кавалерия хорошая, и пехота хорошая. Ну что, готовы осаждать Азгелиад? Да. Давайте попробуем взять восточный Азгелиад штурмом. И тогда мы получим две возможных переправы, не считая порта и корабля. На ту сторону. И в Утилиен. Выхлестнуться, или выплеснуться нашей армии. Не понадобятся нам здесь катапульты только для того, чтобы инициировать сражение. Переходить будем так. Враг будет защищаться. Здесь их площадь будет здесь. Понятно. То есть, у нас вот она, переправа наша. Я бы выставил катапульты здесь. Может быть, даже удастся перевести их на ту сторону. Это будут хорошие отряды. Очень много лучников у нас. Они нам все пригодятся. Выделяем из них один отряд. Очень хорошо было бы сработать в этой битве пехоты, но уж как получится. Дешевые армии тоже поставим. Очень хорошо. Сегодня мы видим, что это тоже. ugar. Так. Очень хорошо. Номер. arm Что ж, начинаем сражение. Катапульты не находят мишеней. Поплыли. Наверное, один отряд копейщиков. Чтобы перекрыть врагу возможные подходы. Что у него есть? У руки. Самое главное, чтобы у него не было хороших лучников. И вроде. Есть у него у руки лучники. То есть обстрел будет обоюдным. Не смогу я их обстреливать безнаказанно. Снага, значит, лучников выставим вперед. Как мои быстро бросаются в воду. И очень резво переходят, кстати. У врага есть дорога сюда. И эту дорогу тоже нужно будет закрыть. Поэтому сюда копейщиков подведем. Выходим, выходим, выходим. Не стоим. Вот так вот. Вот так вот. Но только, естественно, побыстрее. Вот так вот. И вот так вот. И вот так вот. Все. Наших лучников расставили. Наметили им места, где точнее они должны стоять. Копейщики тоже ползут. Сарумана тоже можно переправить. Я думаю... Вау-вау, вы откуда решили стрелять-то? Я понимаю, все хорошо. Но сначала хотя бы из воды вы выйдете. Как-то уже очень нереалистично. Готовность ваша потрясает вести огонь. Но до уруков не дотягиваются. Печалька. Но это означает, что и вражеские лучники тем более не дотянутся до нас. Но можно занять позиции здесь. Неплохие. Само собой. Но давайте сначала снага сюда подведем. Оу, дотянулись. Копейщики. И тяжелую пехотку. Может, это, конечно, будет плохая идея. Но первые результаты этой плохой идеи мне уже нравятся. Подожженный убитый враг. Причем враг элитный. Как-то метко удается моим катапультом разносить противника. Тут они еще так вкусно кучкуются. Но, видимо, на этом меткость моих катапульт и закончилась. Лучники у руки. Вот их контрить надо будет чем-то. Урки-грабители. Давайте попробуем их погонять за собой. Копейщики вот сюда вам. Срочно. В срочном порядке. 7% уже армии противника уничтожили. И вам вот сюда у руки. Тяжелая пехота пошла. Далеко не убегайте. Успеют мои копейщики? Да, должны успеть. Сарумана сюда. Эу-эу-эу. Это уже неправильно. Не стоять, значит, двигаться. Что-то как-то мои не успевают. Давайте, 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 давайте. Урки-грабители отойдем дальше. А уроки здесь явно подставились. Мы сможем их расстрелять. Тяжелая пехотка. А как же наши катапульты готовы открывать огонь? Где-то бы здесь я вас поставил бы. Чтобы вы никому не мешали. Очень-очень удобное место. Для обстрела противника. Лучничков отведем отсюда. Да, тут очень в нашу пользу идет сражение. Остановили уруков. Накрываем урков грабители. Да стреляйте по урокам. Давайте даже вот сюда. Навесными рубите. Стреляйте? Стреляйте. Ой, замечательно. Люблю, когда такие ситуации происходят, когда мы еще могут обстреливать, а их атакуют в ответ лучники урки, убивая и своих тоже. 114. Как красиво. Все, руки обращены в бегство. И один из флангов врага испытывает острый удар. Стражу Маранана мы тут оттеснили. По всем направлениям у врага проблемы. О, тут наши лучники перешли в рукопашную. Какие серьезные. Давайте отойдем еще дальше. И вы никуда не спрячетесь. Что-то перегруппировались. Перегруппировались. Сюда подойдите. Сюда, сюда, сюда. Руков надо добивать. Все, враг разбит. И здесь тоже. Может быть мы достанем до лучников. А давайте попробуем. Атакуем их. Хотя мы видим, что они все собираются на площади. Наши развернулись. Выведем сначала. Ой, как красиво. И эффективно. Нет, 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 нет. Подождем, когда зайдем прямо в спину. Еще одно хорошее и меткое попадание. Я думаю, это будет не последнее таковое. Парочку голов снесли. Враг бежит на площадь. Мы не будем их догонять. С этим заданием справятся наши снага. Можем даже поближе подойти. Так, можно сказать, что вражеских лучников мы нейтрализуем. Кто стража Морана найдет? Ударим по ним нашей пехотой. Есть ли нам смысл? Можно еще пообстреливать. Мне нравится, как умирают враги. Стоять. Сейчас еще орков грабителей накроем. Лучники у руки то сходятся, то расходятся. Не знают, как им быть. А вот, получаете еще дозу стрел. КОНЕЦ наши по чуть-чуть подходят тоже но я вижу что они настроены очень решительный покидают защищенный периметр поэтому я отдаю своим приказ поосторожнее себя вести руки подошли но их всего 13 нам не стоит их бояться а ну подойдите сюда так мы быстрее уничтожим лучников 140 наконец-то катапульты оторвутся по полной а у врага тут орки грабитель еще есть врага тут сейчас их встретит рой стрел и отгонит их подальше ну-ка буэль с у руками все добили и отправляемся добивать врага на площадь интересно как они еще не испугались тут их гасят всеми видами стрелковых атак и стрелы и горящие снаряды 94 броня броня их защищает неплохо на броне сейчас пока что и выживают второй раз наверное отгоняют орков грабителей неудачники бегают туда-сюда хороший удар сразу обращаем противника в бегство тут их уже 70 65 63 все даже наши катапульты уже не могут стрелять у кого еще остались у арбалетчиков болты арбалетные и пару десятков стрел у двух отрядов наших лучников все последнего свалили можем зайти не ударить пехотку не пехотку а вражеских лучников ладно они сами напрашиваются идут на убой может подвести тяжелую пехоту чтобы побыстрее справиться сменили позиции рассчитывают что здесь могут укрыться но текстуры прозрачны хотя это конечно проблема и для наших воинов точно так же от этого страдают как и враг поближе раз текстуры прозрачны это нам стесняться ничего все разбили и сейчас до стреляем только у арбалетчиков остались стрелы болты точнее ой они эффективно броню пробивают что лучники у руки с очень быстро будут погибать 20 на 97 23 ну еще залп 17 завершить битву до 541 воин потерян 1094 воина убита конечно ничего выдающегося но само сожжение мне понравилось то как маневрировали очень хороший город можно позволить себе различные виды и вариации маневров награбить ограбить поселение да деньги нам нужны враждебные так что теперь будем делать силы то какие у нас здесь накопились подводим их как можно ближе заставляем отступить да и переводим я думаю нечего стесняться переводим их на ту сторону все наши супер армии сарман идет к эмин арнену и никто его не остановит хэнетану нам есть кому заняться хорошо вперед дружище его место занимают вот эти ребята соответственно так вот сделаем к нему на помощь идут еще армии вот еще одна армия готова что ж неплохо получается взяли под контроль под контроль еще одно поселение в перспективе угрожаем взять еще два снабдили основных наших полководцев хорошими армиями с казной справились у нас тут еще нехоженные отряды смотрите как быстро растет заработок в минастерите а ну переобучение варга вставим в переобучение это же не знаю стоит ли сохранять жизнь этим застреливым копейщикам и стоит ли переобучать копейщик ладно переобучим так и быть почему бы и нет все очень высокие налоги высокие налоги поставим 4000 дохода это хороший показатель а кого вы отсюда уводите да у мордора тяжел выбор везде враги я думаю они истощают свои силы очень сильно харад харад как же объявить вам о том что мы хотим с вами повоевать надо сначала расторгнуть союз для этого нам нужен дипломат дипломатик у нас тут есть ладно давайте с этиленом разберемся потом если что дадим хараду понять что мы к нему очень плохо относимся ну очень плохо относимся просто очень неправильно что может дать еще одному ходу пройти я думаю плохо нам от этого не будет какие хитрые высшие эльфы даже смогли накопить силы для осады врат ривенделла начинают отвоевывать утраченные позиции мордор переходит в глухую оборону да вы что и кого охотников за головами атакуете ну я типа отступлю так я очень рассчитываю что характер забьет возле эмин арнена врага нет не возле эмин арнена эмин арнен я собираюсь захватить возле тире трейда по моему да но пока что харад просто собирает здесь силы пятьдесят четыре тысячи зло не дремлет эриадор возле нас находится что будем делать спасайтесь эриадор рядом наймем парочку отрядов лучников я думаю зло нас не коснется подождите что черные отряды можем здесь взять хорошо возьмем тридцать восемь тысяч теперь мы тратим на армии еще меньше так 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 и вот у нас появилась возможность взглянуть два отряда катапульт это явно армия готовилась к аэр андросу два отряда троллей отряд спешных нуменорцев стража маранана уруков нет слабенько тут мы за армиями следим шпион пусть контролирует перевал киритунгал сможет с одного хода ну ладно все эти проблемы уже будем решать следующей серии сейчас просто подвинем а наших воинов хотят денежку мы попытаемся срубить с гондора лордс на осаду на осаду встаем на переправе переобучение так и куда мы лурца отправим вот что интересно в сторону минас моргула захватим еще и его черная армия у нас есть да получается самая логичная цель находится там этих ребят подведем поближе это естественно тоже армии на эту сторону заводим бояться нам абсолютно нечего у нас все под защитой под контролем плюс еще новые войска многочисленные ведутся пышь теперь мы начинаем чувствовать мощь изингарда когда армии подходят когда их огромное количество и когда враг отступает вынуждены на каждом отдельном участке признавать свое поражение черные отряды на передовую черные отряды на передовую переобучение не можем пока что запустить переобучение можем отправить разве что три дополнительных отряда а ну И вот еще у нас армия бездействует Она не одна, тут вот еще одна такая же Подведем, значит, кораблик сюда Уж даже не знаю, переводить ли или все-таки объединить Так, строительство пока невозможно Здесь тоже невозможно Ануминас, а что у вас? Свинарник можно построить, 47 тысяч у нас есть Можно строить плавильную печь Бри Свинарник при стенке Племенной совет Могильники Лесопилка Без построек Без построек Без построек Племенной совет Кузница Ладно, тут что-то Давайте еще в одном городе что-то построим Проявим щедрость и милость Изенгарда К захваченным городам Может, селение Восов Лагерь лесорубов, к примеру И Арнах Наверняка можем построить что-то ценное Дозорный пост Дом вождя Что ж, друзья, на этом я буду заканчивать Как видите, на следующей серии нам предстоит ряд сражений Хенетанун и Эмин Арнен станет нашим Мы направим свои силы на Минас Моргул И уничтожение как минимум 2,5 стеков Мордорских войск Которые обосновались в Итилиане Потом отправим войска к Тир Этрайду Если Харат к тому времени не справится И в свое распоряжение получим Итилиан Мы сможем дойти до Бара Дура И уничтожить логово Саурона И его испепеляющее око Оставив им только территории вокруг Долгулдура Лихолесские земли И тогда можно будет объявлять войну Хараду Что, скорее всего, повлечет за собой и войну с Руном А Мордор уже к нам Катится вниз И мы его там очень-очень ждем Что ж, друзья, играйте в свое удовольствие Удачи вам!